Когда-то деревья были большими, а барские владения обширными. И не важно, что это, Аничков дворец или резиденция Меньшикова в Орненбауме, о которой я рассказал в прошлом выпуске. В Петербурге их всех объединяет один важный элемент – водная артерия, соединявшая залив либо реку с домом. Вот этот вот Матисов канал есть не что иное, как реликт Демидовской усадьбы, которая, если мы проведем линию его продолжающую, упрется в главный корпус. Это еще одна попытка Петра реализовать свою мечту о его подданных, которые вышли из дома, прыг в лодочку и навстречу морской стихии. Подобные каналы – не только обязательный элемент местного ландшафтного дизайна, это еще и выполнение указа царя, что каждая такая мыза была соединена с финским заливом водным переулочком. Соответственно, изначально он туда и впадал, но когда прорыли соседа под названием Дудерговский, Матисов канал завернули, и он стал Г-образным. Кстати, название это довольно неоднозначное. Мельник Матис, моловший зерно на острове, который был потом назван его же именем, вовремя сообщил Петру Первому о шведском наступлении. Этот разведчик начала 18 века был, по некоторым данным, шведом по национальности. Для нас это акт военной доблести, для шведов – тривиальное предательство. И не всем им будет приятно название Матисова канала, острова и даже моста. Ну а что Демидовы, согласитесь, фамилия-то на слуху, и не только потому, что у нас есть Демидов мост, а переулок Гривцова, который выходит на него, раньше тоже назывался Демидовским. Горнозаводчики, меценаты и порой самодуры. История их рода – это история одного удачного момента. Изначально они не Демидовы, а Антуфьевы или Антюфеевы. Демидом звали одного из их родоначальников. И вот в Тулу на оружейный завод приезжает Петр Первый с шофиркой. Так царь звал своего сподвижника Петра Павловича Шофирова. У шофирки вот на пасть сломался немецкий пистолет. Петр Первый обращается за помощью к Никите Демидову, и тот чинит этот огнестрел за одну ночь. Царь удовлетворен на это такая половинчатая сатисфакция, потому что вот немчура может делать подобное оружие, а мы нет. На что Никита возражает – почему нет? Можем. Петр не любил, когда с ним спорили. И уже было полез за волшебной палочкой, которая творила чудеса при соприкосновении с головами подданных. Но тут Никита Демидович Демидов говорит. А вы, Ваше Величество, внимательно на пистолет посмотрите. Это не починка, это его точная копия. Тут уж царь обомлел, и вот вам все. Социальный лифт и выигрыш тендера в госзакупках на поставку оружия в армию. На дворе Северная война, как-никак. И вот для этого Демидову отдают казенные заводы на Урале. Вот там-то он и развернул свой металлочугунный бизнес на 100%. Дело, как водится, перешло к сыновьям, от сыновей к внукам, среди которых особенно выделялся Прокофий Акинфьевич, которого мы знаем по известному портрету Левицкого. На нем он предстает в необычном виде. Вместо привычного дворянского атрибута в виде оружия или кучи орденов – садовая лейка. Вместо мундира – домашний халат. Вместо парика – головной убор, как будто смоделированный спустя полтора века в Париже. А указывает он на катки с растениями. Позади них виднеется московский воспитательный дом, на который он пожертвовал более миллиона рублей, сумма по тем временам астрономическая. Да и на другие благие цели денег не жалел. На московский университет, на Демидовское коммерческое училище, которое росло, переезжало с места на место, пока не превратилось в Петербургский университет низкотемпературных и пищевых технологий. Но все это компенсировалось помещичьим сумасбродством. Захотелось летом по снегу покататься. Скупил всю соль, велел посыпать ею улицу и давай по ней в санях разъезжать. А ведь соль была в то время адски дорогой, стратегическим продуктом, необходимым для заготовления припасов на зиму, за неимением холодильников. Илья вот съездил в Англию. Англичане его очень обидели. Ну как обидели? Не хотели давать скидку, которую он просил. Вернулся сюда, скупил всю пеньку. Англичане думали, ну, поостынет, да выкинет по сходной цене, но не тут-то было. Уж до чего пенька долговечный материал, почему ее, собственно, и использовали для изготовления канатов, так нет, все равно умудрился всю ее сгноить. Не доставайся же ты никому. Обещал опекунам в воспитательном доме 20 тысяч рублей вместо этого каждому по скрипке присылает. Квартальный надзиратель приходит с претензией, изваяет его сначала в меду, а потом в пуху, ну и отправляясь в освоящие. Ну и, в общем-то, вот так далее и тому подобное. Все в таком роде. А вообще занимался ботаникой и составлением гербарев, отсюда он на портрете и лейка и катки с цветами. Этим же увлекался его брат, Григорий Акинфьевич. А вот сыну Григория Акинфьевича, Павлу Григорьевичу, данная страсть не передалась. Именно он был владельцем данной усадьбы. Поместь его брата находилась неподалеку, но, к сожалению, оно не сохранилось. Интересное пожертвование на российское образование сделал Павел Демидов в начале 19 века. 3578 душ крестьян. Вот такая иностранная благотворительность пушкинской эпохи. А сама усадьба, от которой остался только вот этот главный корпус, разукрашенный граффити после Демидовых, переходила из рук в руки, пока ее не купило в начале 20 века акционерное общество строителей с целью устроить здесь настоящий дачный поселок. В наше время его бы назвали коттеджным. Через 4 года здесь будет город-сад решили акционеры и даже название придумали – Таврида. Расчертили территорию на участке, но помешала Первая мировая война. Поэтому теперь здесь чудесный парк прямо напротив микрорайона Балтийской жемчужины. И благодаря этой кампании вы получили очередную порцию интересных фактов из истории нашей страны и из истории данной местности. Есть в Графском парке Черный пруд Жемчужиной зовут И счастливы все те, кто здесь живут. Та-дам-да-дам-да-дам-да-дам Пум-пум-пум